Итак, смотрите, мужчина, какой нам видится, такая будет жизнь. Это философия тоже, восприятие мира. Женщина, прежде чем замуж выходить, должна очистить своё восприятие мира. Она должна понять, какой должен быть мужчина. Это непросто, потому что притяжение же есть, и оно основано на моём понимании. Если у мужчины идёт энергия вниз, и мне такие мужчины нравятся, значит, они будут меня мучить. А если у мужчины идёт энергия вниз, то вверх, то от него не втыкает. Такого мужчины не втыкает. Такого нет. Более спокойное чувство. Но потом отношения развиваются во всех отношениях. Даже у святых дети рождаются. Вот они вместе живут, как причём они, вроде святые, возвышенные люди, откуда дети появляются непонятные. Это нормально. Это всегда возникает, вот эта вот половая энергия между людьми возникает, само собой. Это не является чем-то таким труднодостижимым. Труднодостижимые — правильное отношение в семье. Возвышенные, труднодостижимые. Но когда человек создаёт семью, он должен к этому стремиться, к этим отношениям. Должен правильно представлять Личность, к которой он притягивается. У женщины же тоже красота бывает разной. Женщина — это воплощение энергии любви. Есть мужское тело и женское. Есть мужское рождение и женское рождение. У нас есть три центра разума. Лобный, сердечный, паховый. Эти три центра разума связаны с тремя качествами души. Первое качество во лбу — знание, энергия знания. Если человек хочет достигнуть понимания этого мира, он хочет понять, познать всё, постичь, достичь, то он рождается в каком теле? Мужском. Встать человек побеждает, преодолевает, достигает, он хочет понять, постичь, и в конце концов становится мудрецом, мудрым человеком. Если человек хочет гармонии, счастья, любви, заботы, нежности, чистоты, верности в отношениях, то он рождается в женском теле уже. Это следующий центр разума, связанный с энергией любви, сердечный центр. У женщин очень открытое, чистое сердце от природы. У мужчин очень много силы в разуме, они любят рассуждать, доказывать, что-то объяснять. Все мужчины. И третий центр, он не связан с полом. Это центр стремления к жизни. Все люди хотят вечности, все люди хотят жить. И у мужчин и у женщин одинаково работают, связаны с самосохранением. Но вот эти два центра, первый и второй, они делят людей пополам. Пополам, да? Пополам, да? Есть пол мужской, есть пол женский. Итак, соответственно, природа поведения тоже абсолютно разная. Разные взгляды на жизнь, разные мышления, разные представления жизни, об отношениях. Все абсолютно разное полностью. Но если гармония возникает на более высоких центрах, семья легче создает глубочайшее отношение любви. Возможность принять человека легче. Если отношения возникают на очень низких центрах, то принять друг друга очень трудно, потому что больше препятствий для достижения чистой любви. Любовь оскверняется быстрее, потому что энергия идет вниз. Где люди встречаются, когда они хотят создать семью, когда энергия идет вниз? Во-первых, у них представление о любви — это чисто секс у таких людей. И они встречаются на дискотеках, там, где энергия идет вниз у людей в отношениях. И танцы такие же разные. Есть танцы более возвышенные, когда вверх люди танцуют вверх. «Пам-па-ра-дам-пам-па-ра» «Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум» Понимаете? Другие танцы пошли. И люди встречаются. То есть они и там, и там встречаются, но цели разные. В зависимости от целей, потом такая будет и жизнь. Куда пошла, сила там и жизнь потом будет развиваться Если энергия идёт вниз, то мужчина обычно в таких отношениях быстро начинает Ну он постоянно хочет секса, ему нужен только секс и всё, больше ничего в жизни Он ни о чём думать не хочет, работать не сильно хочет, только секс главное для него Работает, потому что как-то надо жить Постепенно появляются вредные привычки Он начинает пить, курить, изменяет потихоньку, незаметно То есть он начинает жить как хочет Потому что от секса уже счастье тает постепенно В этом мире существует такое правило, что любой вкус материального счастья тает Я с детства полюбил халву С орехами и с маком И воздавая ей хвалу Вкушал её со смаком Но увы, увы, увы Я утратил вкус халвы Такой детский фильм был про царя, который искал того, кто ему вкус халве привьёт Нашёлся мудрец, который говорит, если будешь всё делать, как я скажу, появится вкус халве И он дал ему знание о любви в разлуке Любовь в разлуке Он повесил халву от потолку Закрыл его снаружи Всю стражу убрал С этого места царь орал Хотел кушать Три дня Смотрел на халву Жрать было нечего Он такой жизни не привык Уже обещал уничтожить, показнить этого человека Этот человек придумал такой механизм, что он через три дня Прежде чем дверь открыть и царя выпустить Он сначала халву опустил Он начал есть халву Появился вкус Вкус появляется, когда мы разлучены Понятно, да? Поэтому разлука увеличивает счастье в отношениях Нужна разлука Поэтому не обязательно каждый день спать вместе Не обязательно Иногда нужна разлука Для того, чтобы отношения стали глубже, чище, возвышеннее Итак Вот эта гармония между мужчиной и женщиной Она имеет свои законные правила Первое правило такое Она всегда тает Потому что мы хотим эксплуатировать любовь Мы хотим использовать близкого человека для наслаждения себя Как женщина использует мужчин? Записывайте Она... Ну, потому что вы забудете живую Запомните то, как мужчина вас использует Записывайте Это важно, да Женщина первая Хочет, чтобы ко мне нежно относились Она хочет, чтобы мне создали комфортные условия Два Она хочет, чтобы обо мне заботились Три Она хочет, чтобы меня выслушивали Причем Как бы я ни говорила эмоционально Мне надо обязательно выслушать Четыре Женщина хочет гарантий Она хочет, чтобы мужчина точно был со мной И обязательно остался жив и здоров все это время Хочет гарантий каких-то в жизни Если мужчина уходит из жизни близкий Она причитает, кричит Почему ты меня оставил? И плачет За что ты так поступил? Но он не может же сам управлять своей жизнью Человек сам себя не рожает Сам не уходит из жизни Но женская любовь Она такую природу имеет Такая она вот Дальше Женщина хочет Взаимности в отношении Взаимности для нее означает, чтобы мужчина так же себя вел, как она Себя ведет Так же тоже Хотя бы Наполовину Женщина хочет Роскоши Роскоши Иногда это выражается просто в том, чтобы меня не трогали Просто в комфорте, тишине, спокойстве Но она хочет спокойной жизни Иногда это выражается в покупке золота Которое меня ухорошает У всех по-разному Если кто-то думает, что Я хочу просто тишины Просто тишина, это как минимум трехкомнатная квартира Женщина хочет детей В отношении детей Она хочет обязательно Иногда даже не знает об этом Иногда начинает жить совместной жизнью Узнает потом со временем И так далее Теперь дальше самое интересное Все она это называет любовью И взаимностью А все остальное вне этого Она не считает ни любовью, ни взаимностью Она считает, что на это не надо тратить время и жизнь Например, у нас ребенок появляется в семье Она говорит, что это цель нашей жизни Мужчине И она считает, что он так же должен думать И если у вас ребенок появится И вы даже лекции мы слушали Все равно вы так будете считать Потому что так действует энергия эгоизма женского Она огромную силу Непреклонную имеет И поэтому для мужчины Смотрите, интересные правила Для мужчины вот то, что я сейчас перечислил Это закон, по которому надо с женщиной себя вести И так же аскеза Тяжелейшая аскеза для его психики Перечисляем виды аскезы Первое, что записали Нежно Нежно к женщине относиться Мужчине Очень тяжело Когда они встречаются Только нет проблем Но понимаете Нежность означает Когда к жене Которая тебя пилит постоянно Которая мучает постоянно Не хочет готовить Валяется в кровать целый день Говорит Иди сам разогрей Вот к этой жене Которая уже с тобой Немного пожила И расслабилась Ну, женщина склонна Расслабляться в жизни Не хочет напрягаться вообще Расслабилась уже На тебя смотрит Иди, иди сам Иди Разогрей Иди Вот к этой самой жене Ты должен всегда С ней разговаривать Очень нежно И это очень трудно Теперь Кто это должен понять Что это трудно Мужчина или женщина Женщина должна это понять Если у мужчины Хотя бы один раз получилось Она должна быть Ему очень благодарна За это Второе правило А? Забота Забота означает Вот женщина Это Пушинка такая Держи меня Соломинку Держи меня Куда меня По жизни Не мотала Держи меня Соломинку Держи меня Когда в душе Стормит Двенадцать баллов Держи меня Держи меня Соломинку Держи меня То есть Забота означает Женщина вытворяет Что хочет Но относиться К ней надо Как пушинки В это время Надо так Очень аккуратно Разговаривать Прикасаться Выбирать Манеру Слова Расстояние Место Время для слов Силу голоса Ты слишком громко Мне это сказал Повтори потише Причем Когда женщина Тебе будет Говорить Что надо делать Это вызовет Взрыв в сердце Она будет Говорить Обязательно И будет еще Тяжелее Так делать Когда она говорит Разговаривай Не жни Моя хорошая Тебе так Как машут Хорошо Еще не жни Че ты скулишь Она себе Кстати позволяет Что хочет Сказать Что хочет Можно Но кстати Очень нежно Че ты скулишь Очень нежно Вот Нежнее И так далее Причем У каждой женщины Свои бельбабахи Допустим Некоторые думают Я так никогда не делаю Значит Вы делаете Как-то по-другому Сто процентов У каждой Свои бельбабахи Есть И все эти Бельбабахи Мужчина должен Изучить И вести себя Очень аккуратно Женщина И сразу У мужиков Возникает Один только вопрос Ко мне Вообще Только один Олег Геннадьевич Нафига мне Все это надо Ответ Сейчас скажу Что Женщина Является Обладательница Энергии Любви А без любви Мужчина Жить не может У него есть Только два Источника Любви Официальные И еще Несколько Неофициальных Два Официальные Это Женщина И дети Которые Из нее Появляются Неожиданно Берешь Кстати Берешь Замуж Вот одну Такую Причем Она такая Обычно Бывает Стройная Еще В это Время Берешь Замуж Такую Стройную Знаете Когда Замуж Берешь Она такая Невинная Так невинно Выглядит Вообще Она Вот сама Прям Чистота Когда Берешь Замуж Девушку Ты думаешь Она Вот она Одна И будет Моя Он еще Не знает Что она Очень сильно Связана По своей Природе Женщина Очень сильно Связана С родственниками Ты вместе С женой Берешь Тещу Сто процентов Не то что Она там Сама по себе Будет А ты сам По себе Ничего подобного Она Тебя достанет Обязательно Потому что Женщина По своей Природе Очень сильно Связана Со своими Родственниками Это ее природа Причем Бывают Отрицательные Связи И она Постоянно Жалуется На свою Мать На тещу Бывают Положительные Она Постоянно Хорошо О ней Говорит Но не Говорить Она О родственниках Не может Потому что Она Очень сильно Связана С своими Родственниками Женщина Но это Еще не Все Ты Берешь Также Ее Отца Который Будет Тебя Мучить Иногда Нет Иногда Даже Кошечку Придется Брать Кошечку Тоже Родственник Если У женщины Есть Кошечка Значит Тебе Придется С этой Кошечкой Тоже Обращаться Хорошо И нежно Даже Если Она Будет Какать У тебя На подушке Потому что Женщина Она Это Воспринимает Нормально Ну Покакала Она Животное Не Понимает Ну Чего Ты Паришься Ну Сейчас Постираю Ну Чего Женщина Считает Что Как бы Кошечка Она Хорошая Все Беспокоятся Что Она Какает На подушке Ну Не Проблема Вообще Вот И Забота Означает Принять Это Принять Надеяться Что Когда Нибудь Кошечка Ну Так Бывает Чего Делать И Как Нибудь Каким То Образом Мы Не Возьмем Новую Заботиться Означает Внимательно Очень Смотреть На То Что Женщине Нужно Потребности Изучать Потребности У Женщин Не Такие Как У Мужчины Поэтому Они Кажутся Глупыми Для Мужчины Например У Женщины Есть Потребность В Тишине Допустим Женщине Надо Иногда Вообще Ни С Кем Не Разговаривать И Мужчина Должен Это Понимать Причем Мужчина У него Другая Потребность У него Потребность Постоянно Эксплуатировать Внимание Жены Он Должен Оказывать Внимание А он Его Эксплуатирует Он Должен Приходит Домой И К Жене Сразу А У Женей Сегодня Потребность Чтоб Мне Никто Не Подходил Он Говорит Знаешь Я Сегодня Не Смогу Быть Рядом С Тобой Говорит Ты Че Такое Ему Хочется Быть Рядом Причем Интересно Что У женщины Она Так Психик Устроена Что Она Наполняет Своим Настроением Всю Квартиру Даже Кошечек И Собачек Все Зависит От Ни Е Настроение Шторки С Флажками У вас Дома Или Нет Мужчина Нет А Какие Такие В Цветочек Да Это Мужская Энергия Цветочки Или Женская Не Мужская Хорошо У вас Шторки В Цветочек Обои В Цветочки Да Кровать Она Такая Или Такая Такая Да Это Женская Тоже Энергия Дальше На Кухне У вас Так Или Так Так Тоже Женская Энергия Движемся Дальше Заходим В зал Эти Шкафы Все Так же Да А ваш Стол Кабинет У вас Как Или Тоже Так Вот Так Здорово Хотя Бо Одно Место Есть И Можно Отдохнуть Так Вот В Доме Все Женское А не Ваше А Деньги Зарабатывать Вы Должны Вот И Настроение Атмосфера В Жене Тоже В Доме Женс Когда Вы Домой Приходите С работы Уставшей А у Женщины Как раз Вот Этот Период У нее Все Зависит От Движения Луны И Луна Каждый День У нее 28 Периодов Движений 28 Звезд На нее Влияют Луна Каждый День Новый День Под Новой Звездой Находится И Вам Приходит И Так Как Луна Под Новой Звездой У Женщин Новое Настроение Сегодня И Где-то Ну Процентов 30 Настроение Отрицательное То есть Вы приходите Домой И Вам Дома Мужчина Отдыхает Он Испытывает Дома Комфорт От Энергии Женской Любви Вот Этой Женской Энергии Вы Приходите Домой Испытать Комфорт Потому Что Вы пахали Как ишак А Тю-тю Потому Что Сегодня У Женщины Некомфортное Настроение И Это Некомфортное Настроение Передается Детям Всем Жучке Внучке Репке И Всем Что Всему Что Дома Наход Даже Тараканам Потому Что Женщина Полностью Создает Атмосферу Энергетическую И Вы Подходите К ней И Говорит Что Так Она Говорит Я Тебе Трогаю И В Этой Ситуации Вам Придется Очень Заботливо К ней Отнестись И Пойти Куда Глаза Глядят А Глаза Глядят В Кабинет Если Он Есть Если Нет Тогда Куда Нибудь Подальше Потому Все Остальное Женская В Квартире Интересно Ну Ладно Движемся Вперед Дальше Итак Мужчина Следующее Кто У нас Там Записан А Выслушивать Третье Что У Нас Выслушивать Выслушивать Мужчина Долж Смотрите Мужчина У него Эмоциональность В 6 раз Слабее Чем У женщины Эмоциональность Исходит Из сердца У мужчины В сердце Дырка Не защищено Сердце Вообще Вот здесь У него Такая Сила Мужчины А здесь Дырка У женщин Здесь Дырка Да Мужчина Нажимает На женщину Такой Нажимает Нажимает И она Не Понимает Чего Хочет Вообще Что Такое Вообще У нее Все Заклинивает В голове И у нее Вот здесь Накапливаются Эмоции 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 Сильнее 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 Он давит Больше Потому Что Он Ждет Ответа Реакции А ответа Не будет Потому Что У нее Блокирована Психика Уже Она Не Может Ответить Она Стоит Смотрит На Вот Так Вот А у Ней Вот Здесь Копится Сила Эмоциональная Копится 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 И у Него Здесь Дырка Он Не Знает С кем Сейчас Связался А у Ней Здесь Сила Эмоциональная И Она Ему Говорит Уже Когда Накопилось Слушай Отстань От Меня А И По Сердцу Бабам А у Ней Там Дырка Ему Больно Вообще Стало Не С того Чтоб Его Понятие Он Ей Демагогию Свою Объяснил Она Не Врубилась Вообще Дура Какая Это Досталось Вот Они Все Такие Кстати Что Дел Вот Все Объяснил Вроде По Мужски Все Понятно Ж А Она Вместо Того Чтоб Сказать Что Все Понятно Она Мне В Сердце Прям Ножом Знаете Как Обидно Женщина Страшно Обидно Когда Эмоциональная Женщина Отвечает Обидно Жутко Просто И Эта Обида В чем Выражается Он Такой Ну Все И Опять Демагогия А Еще Тяжелее Она Еще Эмоции Начинает Скандал Неуправляем Цепная Реакция Начинается И Доходит Два Варианта Есть Или Они Расходятся По углам И Дышат Первый Раунд Второй Обязательно Потом Или Они Бьются До Последнего То Сначала Летит Самое Дорогое Женщина Самый Дорогой От посуды Мужчина Посуду Бьет Чтобы Отомстить А Мужчина Самый Дорогой Это Его Там Книги Всякие Она Идет Прямо Туда В кабинет Эту Книгу Самую Дорогую Швыряет Почему Потому Что Он ее Не Понимает Она Хочет Чтоб Он Понял Берет Самое Дорогое Потом Уже Дальше У Них Идет Борьба Самыми Влиятельными Оружиями У мужчины Самое Влиятельное Оружие Это Кулаки А у Женщины Когти И Зубы И он Ее Как бы Начинает Мутузить А она Его Кусает И Царапает Это Последняя Завершающая Стадия Отношений Весело Нет Как Нет Это Результат Нежелания Любить Теперь Вы Скажете Мне Олег Геннадьевич А Драться С близким Человеком Это Вообще Нормально Или Нет Знаете Какой Ответ Это Обычно Не нормально А обычно И Причина Таких Вещей Только Одна Нежелание Любить И все Цепная Реакция Развивается Ничего Не сделаешь Люди Теряют Мозги Некоторые Не дерутся А потом Месяца Три Не Разговаривают Хрен Редки Не Слаще Понимаете Есть Разные Способы Реагирования И если Такое Произошло Надо Понять Что Просто Произошла Цепная Реакция Потому Что Мы Не Хотим Любить Друг Друг И Придется Прощать Потому Что Эта Реакция Возникает Не Потому Что Человек Этого Хочет А Потому Что Он Измена Это То Же Самое Это Тоже Результат Нежелание Заботиться Или Выполнять Свои Обязанности Итак Смотрите Говорить С эмоциональной Женщиной Мужчине Очень Тяжело Когда Женщина Говорит Слушай Пойдем Я тебе Кое Что Скажу Она Берет Его За руку И думает Сейчас Самый Важный Момент В нашей Жизни В это Время Он Начинает Тяжело Душать Говорит Слушай Может завтра Так Ведь бывает Она Думает Блин Я же Вообще Я же Ему Хочу Прям По-доброму Что-то Хорошее Сказать Он Боится Страшно Потому Что Сердце Не Защищено А Женщина Очень Много Эмоций Страшные Вещи Происходят Мы Не Знаем Друг Друга Вообще Следующее Гарантии Женщина Считает Что Мужчина Должен Гарантировать Все Вплоть до Того Что Его Не Искалечит Что Он Не Врежется На Машине Нигде Полная Гарантия Безоблачной Жизни Навсегда Женщина Женщина Уверена Что Мужчина Должен Зарабатывать Столько Сколько Мне Надо Это Полная Увер Она Вообще Не Понимает Почему Меньше Принес Что За За Зарабатывать Зарабатывать Мужчина Не Очень Сложная И Завтра Мы Продолжим Эту Беседование А Сейчас Я Скажу Одну Важную Вещу Что Вам В целом Понравилась Лекция Нормально Я Пытался Какие-то Фундаментальные Вещи Вам Рассказать Чтобы Они Убеглись В сердце Сейчас Одну Важную Вещу Скажу Нам В жизни Очень Не Хватает Внутренней Жизни Сейчас У нас С Вами Будет Уникальная Возможность Быть Вместе И Вместе Заняться Духовной Практикой Причем Интересно Что В древней Культуре Ведической Было Такое Интересное Мероприятие Оно Объединяло Людей Разных Духовных Традиций Вер Это Мероприятие Называлось Чтение Шанти Мантр Шанти Означает Мир То есть Всем людям Не хватает Мира И Для того Чтобы был Мир Нужно Произносить Такие Вещи Которые Всем Близки Всех Традиций Культур И поэтому Одна из Шанти Мантр Я сейчас Вам ее Санскрита Переведу Она звучит Так Сарвей Баванту Сукин Я желаю Всем Счастья Сарвей Шанту Нирам Я желаю Всем Мира Спокойствия Чтоб Не было Войны Сарвей Бадрани Паш Янту Я хочу Чтоб У всех Была Удача В жизни Чтоб Все Было Хорошо Пусть Никто Не Страдает Пусть Никто Не Страдает Классно Такой Настрой И люди Когда повторяли Все это вместе Вот эти Настрои То они Благословляли Друг Другу Благословение Это такая Вещь Что ты Все Хорошее Отдаешь Оно Потом Тебе Возвращается Назад А у Человека То что Не доставало Начинает Доставать Понимаете То есть Только Другой Человек Может Помочь Мы Сами Не можем Так сильно Помочь Как Мы Можем Помочь Другому Когда Люди Начинают Желать Счастья Друг Другу То В результате Создается Такая Сила Которая Спасает Их Жизнь Потом И мы Вот Сейчас Это Будет Уникальное Мероприятие Потому что Многие Из вас Особенно Кто Не ходил На Лекции На Мои Такого Вообще В жизни Не Встречали Представляете Вот В автобус Заходишь Все повторяют Я Желаю Всем Счастья Весь автобус Думаю Блин Трудом Какой Сразу Выходите Из автобуса И идете В другой Но если Вы заходите В автобус И им Кто-то Пошлый Анекдот Рассказывает Вам Становится Интересно Так Отворачив И улыбает Стоите Слушайте Это означает То что У нас Культура Извратилась Понимаете Мы Не можем Принимать Хорошее Как Что-то Правильное А плохое Нормально К этому Относимся Понимаете Это уже Извращение И вот Сейчас Даже Мы будем Повторять Я желаю Всем Счастья У вас У многих Будет Неловко Как-то Внутри Ну блин Ну я в Рагнолекцию Пришла Нафиг Это все Надо Ну Если Не надо Ну Помолчите Подождите Пока Мы тут Будем Это Делать Цель Этого Мероприятия Это Практика Которая Потом Научит Побеждать Судьбу Она у вас Может быть Своя Но Принципы Всегда Одинаковые У всех Вы можете Просто Молитву Свою Повторять Но Принцип Вот такой Как мы Сейчас Будем Делать Есть Звук Который Мы пытаемся Искренне Произносить А есть То Что Стоит За Звуком Это Наше Настроение Настроение Нужно Отдать Святости У каждого Человека Свое Кто-то Должен Вспомнить Каждый Должен Вспомнить Что-то Святое Многие Из вас Об этом Вообще Не задумывались Никогда Но у каждого Есть представление Святости Перечисляю Представление Кто-то Должен Вспомнить Святого Человека Кто-то Должен Икону Вспомнить Святую Кто-то Должен Святую Воду Вспомнить Кто-то Должен Вспомнить Останки Святого Святое Место Кто-то Должен Вспомнить Храм Кто-то Должен Вспомнить Книгу Священную Кто-то Молитву Кто-то Имя Бога Кто-то Должен Вспомнить Самого Бога Если У него И надо сказать себе, я хочу тебе служить. А как служить? Я желаю всем счастья. То есть святость хочет, чтобы все были счастливы. И когда человек так делает, таким образом повторяет, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Первое, что с ним происходит, спокойствие в сердце наступает. Неожиданно, раз, успокоилось сердце. Второе, наступает знание. Знание по поводу того, что вам надо. Неожиданно вы начинаете понимать, что делать с тем, что вам надо. И третье, появляется вера, что так надо жить. Но даже если просто вам станет хорошо после того, что мы это сделаем, это уже здорово. Вот эти три стадии не просто пройти. Это надо практиковать эти вещи. Итак, все сели прямо. Настроились каждый по-своему. Надо повторять не громко, а очень с чувством внутренним. Все вместе. Я желаю всем счастья. 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 Спасибо.